ВЭФ подвел первые итоги новой экономической политики государства на Дальнем Востоке и продемонстрировал инвесторам, в Приморье выгодно вести бизнес. Это подтверждает количество соглашений, которые удалось заключить за время форума, и общая сумма инвестиций – 1,76 триллиона рублей. Самыми крупными стали четыре соглашения, объем инвестиций каждого из которых варьируется от 500 до 63 миллиардов рублей. Не скрою, мне как человеку, который вместе с Вильпетровичем Труктем в правительстве отвечает за Дальний Восток, было приятно это слышать. Оказывается, то, что мы делаем, то, что является предметом нашей ежедневной работы, об этом хорошо знают лидеры других стран и оценивают это. Оценивают как те подходы и методы, которые являются правильными для привлечения инвестиций, для развития торговли, для взаимовыгодных проектов. Открывая Дальний Восток, таков девиз форума в этом году, начали с большого концерта и прогулки по улице Дальнего Востока. Гости и участники легко и быстро путешествовали по всем регионам и могли увидеть все, чем гордится каждый из них. Идея удалась, разнообразие и уникальность российской культуры раскрывались буквально на каждом шагу. Так дали старт второму Восточному экономическому форуму. Основная программа форума была насыщенной. Только в первый день провели 40 деловых мероприятий, представили презентации инвестиционных проектов Дальнего Востока в сфере строительства крупных предприятий, транспорта и логистики. Гости обсуждали в основном геополитические отношения, перспективы развития российской экономики и реализации совместных с другими странами проектов. Интерес к Восточному форуму проявили и бизнесмены из Европы. Далеко, да. Но нас это не пугает. Нам интересна действительно эта экономика, нам интересен ваш спорт на сегодняшний день, потому что планируются разные поставки. И пока вот сейчас прорабатываем все возможности. То, что Дальний Восток становится все более востребованным у иностранных партнеров и является выигрышным вариантом для вложения серьезных инвестиций, отметил и губернатор Приморья Владимир Маклушевский. Но к нему на форуме большинство вопросов было связано с тем, что творится за территорией кампуса ДВФУ, а именно в зоне затоплений. Мы сейчас буквально на пленарном заседании успел переговорить с министром связи Никифоровым и с министром энергетики Новаком о том, что мы сейчас по линии всех ведомств очень будем энергично двигаться, чтобы восстановить и электроснабжение нарушенных поселков и городов и, соответственно, связи. Ключевым событием Второго Восточного экономического форума стало пленарное заседание, где президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абы и президентом Южной Кореи Пак Инхе. И хотя между соседями до сих пор существуют нерешенные, в том числе и территориальные вопросы, встреча прошла в обстановке дружественной. Премьер-министр Японии Синдзо Абы призвал Россию подписать мирное соглашение между двумя странами. Вот вы знаете, я сейчас вспомнил одну вещь. Вот я говорил о том, что мы недавно, несколько лет назад возобновили переговоры с Японией по мирному договору. Инициатором этих договоров, возобновления этих договоров был прежний премьер-министр Японии господин Мори. Вот любопытная история. Его отец воевал в годы Второй мировой войны и оказался в российском плену. А после возвращения из плена стал мэром небольшого городка и возглавил общество Японо-советской дружбы. А после, перед смертью, завещал похоронить его в России. Как все закрепленные соглашения и подписанные договоры покажут себя на практике, станет известно позже. Но в любом случае, это серьезное подспорье для проведения следующего, Третьего Восточного экономического форума. Знакомство в очередной раз увенчалось успехом. Инвесторы верят в большой потенциал Дальнего Востока и в перспективу капиталовложений в его экономику. Это доказывает работа Второго Восточного экономического форума. Анна Бережная, Василий Косилов, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.